Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Итак, приветствую, друзья! Давно у меня не было видео именно из рубрики «Старые гоночные игры». И вот я ее решил возобновить немножко и вас познакомить с такой игрой как Pure. Эта игрушка выходила или в 2007 или в 2008 году, но она очень увлекательная. Я еще помню, еще в то время я тащился от нее, как раз же у меня ПК появился в 2006 году, поэтому я как раз юзал эти игрушки довольно-таки усердно. То есть все, что с гонками было связано, все у меня было, считай, на компьютере. Ну, то, что именно доступно, где его можно купить там на рынке, на дисках и так далее. Все это у меня было. И вот добрались мои руки именно к этой игрушке. Да, вот здесь вот именно, что мне не нравится, это очень длинные загрузки. Блин, ну неужели это нельзя было как-то исправить? Ну да ладно, придется нам немножко подождать. Так, вот нам нажмите Enter или Escape. Буду вас знакомить именно с управлением на геймпаде, хотя я в свое время играл на ней именно на клавиатуре. Хотя игрушка поддерживает также руль, поэтому вы с успехом можете управлять своим рулем, если он у вас есть в наличии. Итак, друзья, в чем заключается вообще сама эта игра? То есть здесь нам предлагают возможность выбрать своего персонажа. В общем, здесь как бы сюжет очень хорошо задуман. То есть вы выбираете своего персонажа, у которого есть своя харизма, своя какая-либо история и так далее. Ну, сейчас понемножко с этим по порядку пойдем. В общем, итак, мировой чемпионат. Нам с вами нужно начать игру сначала. Так, F12. И вот, в общем... Выбери себе гонщика. Не забудь снарядить его шлемом и одеждой, подходящими твоему стилю. Вот, но о чем я как раз и говорю, что здесь именно есть несколько персонажей, и у каждого персонажа есть своя характеристика. Ну, давайте послушаем за Сьюзи. Сьюзи – одна из самых отзывчивых и обаятельных участниц турнира. Нехватку таланта, коим наделен ее старший брат, она восполняет упорством и трудолюбием. Сьюзи ведет дружескую конкуренцию с Тоддом, но в то же время стремится стать лучшим гонщиком не только в семье Эндрюс, но и во всем турнире. Ну, как видите, то есть нас знакомят с каким-то определенным персонажем, с его какими-то особенностями. О, смотрите, какая Сьюзи у нас красивенькая. Ох, прямо аж захотелось. Так, друзья, ну и вот давайте Клейтон. В общем, я думаю, понятно, да, то есть у каждого персонажа есть свои какие-то особенности, своя харизма, ну, все-все-все в этом духе. Ну, короче, выберем, наверное, мы с вами Сьюзи. Сьюзи, одна из самых отзывных. Очень красивая. Итак, вот мы выбрали нашу Сьюзи и теперь нам предстоит с вами немного обучиться на нашем квадроцикле, так как здесь нужно будет привыкать и делать, в общем, на нашем квадроцикле какие-то определенные трюки. Естественно, эти трюки с каждой гонкой будут увеличиваться, делаться сложнее и это все нужно, ну, как бы к мотоциклу привыкать. Также здесь у нас есть очень крутая кастомизация нашего байка, то есть мы его можем купить, собрать его лично и, ну, то есть покрасить. Потом со временем открываются какие-то определенные новые детали и уже усовершенствовать наш квадроцикл. Итак, друзья, переходим к урокам. Итак, вот преднагрузка, трюки, сложные, комбинация, урон сприну, урон фристайл. Угу, ясненько. Повторить квалификацию F12. Итак, друзья, повторяем квалификацию. Ты хочешь повторить квалификационный заезд? Итак, друзья. Добро пожаловать в Пюр. Прежде чем начнется турнир, проверим твои способности. Мы подготовили для тебя несколько заданий. Выполни их до конца, что ты готов к серьезным гонкам. Помни, что управление, можно поменять меню настроек в любое время. В общем, игрушка, конечно, да, по графике она уже немножко уступает современным играм. Но все-таки любителям юморка здесь, кстати, очень, она полностью русская, полностью локализирована. То есть, здесь русская озвучка, когда гонщик обгоняет, он, ну, как бы, немножко постебывает своих соперников. Так, вот наш гонщик. Для начала проедь один круг на этой трассе. Так, завершите круг. Вид здесь только от третьего лица, других, увы, нету. Ну, потому как игрушка, она сама по себе аркадная, но очень-очень увлекательная такая. Здесь множество трасс. Ну, на то время, я считаю, физика здесь была достаточно-таки неплохая. Молодец. Так, преднагрузка. Преднагрузка. Хороший полет. Используй преднагрузку чаще. Добро. Так, выполнил трюк. Выполняй трюк. Классный трюк. Отлично. Как вы видите, то есть, трюки делаешь так. Вруби форсаж. Так, а как тут форсаж врубить? Ага. Ясенько, это не форсаж, это просто нитро у нас было, да? Хорошо, сейчас форсаж будет. Так же не оно. Минутку. Буду вспоминать клавиши, потому как, друзья... Оу-оу-оу-оу. Сразу так не помнишь? Так. Вруби форсаж. Что-то... Не могу вспомнить. Клавишу. Так, как тут форсаж? Отлично. Ты освоил форсаж. Теперь ты без труда догонишь соперников. Все понятно. Помним, форсаж на кнопочке. Время экзамена. Приди к финишу прежде, чем истечет время, используя преднагрузку, трюки и форсаж. Это твое последнее испытание перед началом Pure World Tour. Опять. Приди к финишу прежде, чем истечет время. Итак, последний экзамен у нас... Ой-ой-ой. Да, естественно, здесь подержит неплохо так проработанный, друзья. Сейчас мы... Выполним трюк. Вот, супер. И перед следующим... Время вышло. Возвращайся к... Неплохо, но надо еще быстрее. Приди к финишу прежде, чем истечет время, используя преднагрузку, трюки и форсаж. Давай, 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 давай. Отлично. С навыками у тебя все в порядке. Удачи в чемпионате. Супер. Так, друзья. Экспериментальные эти самые трюки, школу трюков мы с вами прошли. И сейчас нас ознакомят с вами именно с мотоциклом. По идее так. Потому как я перед тем, как снимать это видео, немножко запускал эту игрушку, чтобы освежить ее в памяти. Потому как, ну, реально я ее лет 10 не запускал на своем ПК, поэтому надо немного, конечно, ознакомиться. Так. Так. Pure. Кстати, заманчивое такое название. В принципе, краткое. И, как бы, дает немножко такое понятие. Pure. Не знаю, что оно на английском, как бы, не гуглил. Так. И вот мы с вами вышли опять в мировой чемпионат. И у нас здесь открываются определенные классы заездов, где мы будем выступать с вами. То есть, вот здесь вот есть Максис. Я уже прошел вот первую, вторую гонку. Ну, давайте я вам просто покажу. Так. Переходим на следующую гоночку нашу. И вот, смотрите, вот выберите мотоцикл, какой, на котором вы хотите ездить. Я уже собрал свой мотобайк. То есть, он у меня пока что один. Но, в случае чего, мы можем с вами его прикупить еще один. Итак, смотрите. Здесь, кстати, можно называть мотобайки своими названиями, вашими удобными. Вот у меня он на данный момент называется Subzira Shmuk. Ну, конечно, да. Ну, что пришло первое в голову, вот так его и назвал. То есть, вы можете менять дизайн, менять раскраску, шины, покрышки и так далее. То есть, в зависимости от уровня и характера езды вашего, вы можете собрать им на свой индивидуальный квадроцикл. Итак, вот мы его выбрали. И теперь смотрите. Ну, да, так красиво все нам представляют. Наша Сьюзи в шлеме. Такая что-то любуется там природой. Находясь в полете, ты можешь менять трюки, чтобы заработать дополнительный адреналин. У тебя на выбор есть два варианта. Ты можешь выполнить кувырок в воздухе, который мы называем вращательным трюком. И музыкальное сопровождение здесь также классное. Ну, я думаю, понятно, да, то есть, сколько здесь трюков вообще вы можете выполнять. То есть, если в эту игру реально круто присесть, удовольствие можно получить колоссально интересно. Итак, друзья, начинаем гоночку. Не знаю, проедем ли мы ее на первое место. Потому как я не особо заморачивался тут. Не изучал ни трюки, нигде ничего. Так, песчаная у нас здесь трасса. Здесь также трассы можно искать. В общем, вот такая вот озвучка интересная у нас идет. Да, дорогу здесь также можно... Очень сложно ехать и что-то комментировать. Десятое место у нас. Ау-ау-ау-ау-ау-ау. Ай-яй-яй-яй-яй. Да что ж такое, я же вылетаю я постоянно. Восьмое место. Сейчас хватит. Вау-ау-ау-ау. Вау-ау-ау-ау. Ну да, здесь в общем нужно немножко по... Привыкать к самой гонке. Чем я тебе назалила. Чем я тебе назалила. Йе-хааау. Так, четвертое место у нас. Вау, 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 вау. Вау, вау, вау. Третье место у нас. Вау, 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 снова упали второе место у нас. И второй круг. В принципе управление здесь, друзья, достаточно контролируемое, но все равно к нему нужно привыкать. Да, немного перебор. Так, первое место у нас. А, здесь даже назад можно смотреть. Так, это у нас третий круг. И сейчас мы его завершим. Увы, к сожалению, хотел я вам, ребята, показать, именно как здесь собирать мотоцикл, но что-то не разобрался я именно с этим самым, как начать карьеру заново. давай-давай-давай-давай-давай, опа-поп. Первый. Отлично, поздравляем, ты финишировал первым. Вторая победа. У тебя есть все шансы стать чемпионом мира. Спасибо, браток. Так, и что мы сейчас с вами имеем? Сейчас нам должны завести какую-то новую запчасть, я так понял, да? В общем, здесь после каждого уровня какой-то сюрприз вам дают, ну, для усовершенствования вашего квадроцикла. Итак, друзья, вот мы с вами получили награды диски для нашего квадрика. Выбираем его. Вот еще какая-то открыта новая защита рукояток. Павермет. Так, и открыты новые трассы для гонок и фристайла. Хотите посетить гараж и установить новые детали? Да, хочу. То есть, это мой мотобайк. Сейчас мы с вами, так, измени свой квадрик. Нажимаем Enter. Итак, друзья, смотрим. Вот смотрите, сколько здесь запчастей. И здесь каждый раз что-то, вот, новая деталь у вас. Есть, вот, выберите новая деталь. Открыто. Ставим новое. Выбираем окрасочку. То есть, все можно ставить. Вот давайте вот такие вот стального цвета с вами. Так, еще какие новые детали у нас есть. Угу. Вот еще новая деталь. Это наши рукоятки защиты. Смотрим. Установленные. Вот. Открыто. Новые рукоятки. Ставим их. Цвет. Выберем такой типа красный. Можно даже... Нет. Красный ставим. Красного цвета. Все. Супер. Так. Ну, проапгрейдили. Больше у нас, как бы, других запчастей нету. Кстати, я читал, в общем, за эту игру. И что говорят. То есть, поначалу управление мотобайка не очень такое, ну, скажем так, послушное. Но с каждым апгрейдом ваш квадрик стает все послушней и послушней. То есть, мощнее, скоростнее. Естественно, амортизация у него лучше. То есть, лучше на прыжках он будет себя показывать и так далее. В общем, все. Так. Напишите название вашего квадроцикла. Усовзира. Шмук. Как обычно. Так и есть. Так. Сохранить изменения квадроцикла. Естественно. Так. Вернуться в мировой чемпионат. Переходим. Ну и, в общем, друзья. На этом, в принципе, я думаю, уже стоит завершить этот обзор. Первое впечатление, я думаю, на вас эта игра произвела достаточно-таки положительное. В принципе, если вы хотите хоть как-то убить время и вы не знаете, во что такое веселое поиграть и ваше железо не вытягивает современные игры, то весьма возможно есть у вас возможность обратить внимание именно на эту игру. Вполне себе веселая. Я вчера в вечерок в нее так немножко поубивал. Мне лично понравилось. Да, графика здесь, конечно, уже устаревшая. Но от этого веселья, так сказать, оно вам не портит. Итак, друзья. Всем спасибо за просмотр этого видео. Если понравилась игрушка или понравился этот обзор, не забудь поставить лайк. Если видите какое-то интересное видео для себя здесь на моем канале, не забудь подписаться, еще будет ново, чего интересно. А также, если вы знаете какие-то прикольные и интересные игры, пишите в комментах. Обязательно посмотрю, ознакомлюсь и сделаю обзорчик. С вами был Сальзира и всем до связи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok